Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Не секрет, что очень долго нас кормили односторонней информацией, которая искажала взгляд мировой общественности и наводила панику, заставляя верить в то, что не соответствует реальности. В результате это оказало такое влияние, что даже в самой Украине привело к разделению и непониманию. Не только между социальными группами, но также привело к проблемам внутрисемейных отношений. На данный момент в связи с обострением крымского кризиса мы наблюдаем неожиданный поворот западных СМИ. Начало все с того, что на сайте немецкого издания «Шпигель» по самоопределению самого значимого информационно-политического журнала Германии и Европы, самым большим тиражом, тематический заголовок на главной странице сменился с «Украина на Крым». Далее случилось и вовсе что-то странное. В основных германских изданиях слово «провокации» в связи с российскими действиями в Украине стало использоваться исключительно в кавычках. Население Крыма из украинцев превратилось в русских. Крым, оказывается, всегда был русским регионом. В целом же за последнюю неделю основная часть европейских СМИ изменила свою позицию по некоторым вопросам, касающихся Крыма и Украины в целом. Во-первых, вторжение. Если изначально российские действия в Крыму считались явной агрессией, то теперь они описываются в более нейтральном тоне, вплоть до восхищения и одобрения. Во-вторых, Крым. Все разговоры об обязательном соблюдении территориальной целостности Украины прекратились, когда первые русские флаги поднялись над украинскими городами. Теперь стремление русского полуострова к автономии считается естественным и демократическим волеизъявлением народа. Для того, чтобы обеспечить телезрителей канала Клягимауру ТВ правдивой информацией, наша съемочная группа отправилась непосредственно в эпицентр событий, в самое сердце Крыма, город Севастополь. Первое упоминание самого названия города Севастополь впервые прозвучало в указе Екатерины II. Севастополь был объявлен главным портом Черноумского флота. В городе усиленно развивалось кораблестроение. Со всей Российской империи сюда съезжались на постоянное место жительства ремесленники и купцы, которым правительство предоставляло существенные льготы. Росло торговое ремесленное сословие города, росло и население. К концу XIX века, несмотря на очередную русско-турецкую войну, Севастополь уже является самым крупным промышленно и культурно развитым центром Таврической губернии. Но вот настал ноябрь 1917 года. Провозглашена Украинская Народная Республика. И сразу возник вопрос, чем быть Крыму? Центральная Рада большого интереса к нему не проявила. При разделе Таврической губернии претензии Украины были заявлены только на материковые уезды. Почему? Дело в том, что первый президент Украины Михаил Грушевский взял за основу построения государства этнографический подход. Украинская делегация во главе с Владимиром Вениченко, ведущая в Петрограде переговоры с Временным правительством, наставила на том, что автономия, а тогда речь шла об автономии Украины в составе России, должна распространяться на территории, где украинцев большинство. В Крыму этого соотношения не соблюдалось. И 15 ноября 1920 года город вошел в состав Российской Федерации. Чем живет Севастополь сегодня? Здесь по-прежнему базируется российский Черноморский флот, а также военно-морские силы Украины. Несмотря на то, что город до сих пор считается военно-морской базой, все больше и стремительно развивается туристическая инфраструктура, которая, скорее всего, в будущем и станет основным назначением и хлебом города. Ведь Севастополь – это не только флот. На его территории расположено множество культурно-исторических памятников, на которые ежегодно приезжают посмотреть туристы со всего мира. Отправляясь снимать репортаж, мы весьма переживали за стать Севастополь напряженным и безрадостным полигоном для военной техники. Этого не случилось. Ситуация в городе абсолютно стабильная. Люди спокойно гуляют, незаметно без следов паники. В середине дня на центральной площади Севастополя состоялся митинг, на котором горожане абсолютно мирным способом высказывали свою позицию относительно дальнейшего политического развития на полуострове Крым. Мы вас приветствуем из сердца Крыма. Это город Севастополь. Мы здесь находимся уже на протяжении шести часов. Очень атмосфера мирная, очень приятно здесь быть. Люди отзывчивые, спокойные. За пребывание здесь, в этом городе, мы не увидели ни одного вооруженного солдата, не услышали ни одного выстрела. Люди очень расположены, готовы, с радостью дают интервью. И сейчас мы находимся на митинге, который посвящен поддержке референдума. Это сердце Севастополя, площадь Нахимова. Здесь около тысячи человек собрались. Как вы видите, тоже настроение довольное. Люди все улыбчивые, светлые. Время от времени они скандируют «Севастополь», скандируют слова «Россия, Россия». Ну и как бы выслушивается каждое мнение, более заявление народа. Мы можем видеть, как раздают флажки в поддержку России. И сейчас здесь еще создавался российский флаг. Раздавались листочки красный, синий и белый. И люди поднимали листочки над головой. Также мы слышали, как был исполнен гимн Севастополя. Ну как бы люди от сердца к сердцу собраны. Обстановка очень приятная. И так очень хорошо здесь быть. Это специально для канала «Кляги Мауэр ТВ». «Севастополь, Крым, Россия!» ПЕСНЯ ПЕСНЯ Сейчас у меня в руках, и вы видите обращение общественной организации «Севастопольская оборона». Очень серьезно здесь относятся к поддержанию порядка города во время митингов и проведения различных акций. Чтобы не повторился пример Киевского Майдана, когда город просто был разрушен активистами Майдана. Здесь находится линия, по которой можно сообщать о всех происшествиях. И очень важен также призыв общественной организации. Призываем активных жителей города Севастополя для поддержания порядка и предупреждения паники и провокации. То, что мы можем наблюдать на улицах, это полный порядок, взаимопомощь, взаимопонимание. То есть здесь нет ни агрессивно настроенных людей, ни мы не замечаем никаких проявлений беспорядков. Люди дружелюбны, люди гуляют, люди обмениваются мнением. То есть очень приятное впечатление. Мы продолжаем свой репортаж в городе Севастополе. Это полуостров Крым. На заднем плане вы видите людей, которые сегодня скандирует Россия, Севастополь, русский город. Путину спасибо. Мы сегодня увидели, здесь также есть европейские СМИ. И мы надеемся, что они осветят эти события действительно так, как оно есть. И постараемся сегодня поговорить с многими людьми, как они представляют эту ситуацию, как они видят то, что происходит, и что они ожидают. И мы хотим сказать слово, что 16 марта ожидается референдум, где жители Севастополя, жители Крыма будут избирать, где они хотят быть. Специально для Кляги Мауэр Ти Ви Крым-Севастополь. Доброе утро, это канал Кляги Мауэр Ти Ви. Мы хотели спросить вас, что вы думаете о сложившейся обстановке в Севастополе, как вы чувствуете, как вы это переживаете, и какие желания вашего сделать? Вы знаете, вот сейчас в нашем городе равнодушный город. Дело в том, что не мы начали этот Майдан, не мы. Мы просто, когда запретили нам опять несколько раз русский язык, это, конечно, нас всех возмутило. Вы знаете, еще несколько лет назад депутат Верховной Рады Фарион сговорило, что Маши и Миши не живут в Украине, пусть они едут в Москву. А мы мамы, мы бабушки. Мы хотим наших детей называть так, как мы хотим. И Машами, и Мишами, и Аленами. И хотим называть их здесь, на родной земле. Мы здесь выросли, мой отец здесь воевал. Вы знаете, я не могу позволить, чтобы те, кто на Майдане носит откровенно сейчас на своих майках фашистские знаки, вот топтался по моему родному городу, где на каждой капле, вы знаете, на каждом камушке, капли крови и кости наших отцов и дедов. Мы отсюда не уйдем. Мы здесь выросли, здесь воевали наши деды. Здесь я работаю в школе, здесь мои ученики стоят возле вечного огня. Они когда, вы знаете, каждый год они здесь стоят, и когда они преклоняют колено, вы знаете, у меня каждый раз комок слез возле горла, потому что я знаю, подлецов из этих детей не вырастет. Вы знаете, мы всех любим. Мы любим русских, мы любим украинцев, мы любим татар. Мы мамы и бабушки. Войны, боже упаси, но мы хотим к себе, на родину, в Россию. Мы хотим домой, потому что мы думаем по-русски, потому что мы говорим по-русски, потому что мы общаемся по-русски. И вы знаете, несмотря на то, что здесь погибали все национальности, посмотрите, как состоят, в каком состоянии памятники. И Азербайджана, и Грузина, и Армении. Вы знаете, мы готовы жить со всеми в мире. Даже 1855 года они пришли на нашу землю. Но вы посмотрите, как мы чтим память тех, кто больше 100 лет был на нашей земле. В каком прекрасном состоянии эти памятники. Потому что мы понимаем, что раз люди погибли, так жалко каждого убитого. Потому что цене жизни человеческой ничего на свете нет. А мы просто, я в Россию, домой хочу. Это единственное наше желание. Мирное, видите, у нас ничего нет. Абсолютно. Мы пришли просто выразить свою позицию. И мы будем здесь стоять. Вы знаете, каждый день мирно просто услышь нас, что Россия. И возьми к себе своих детей. Только и все. А вот то, как освещается сейчас, например, европейскими СМИ, нашими украинскими СМИ. Вы знаете, что это безобразие. Потому что, да, вы знаете, просто надо приехать сюда, увидеть нас, поговорить с нами. И просто по-хорошему узнать, что мы хотим. Ведь мы хотим мира и добра. Только и всего. Мы хотим процветания. Мы любим наш Крым. Приезжайте сюда. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, вот последние события на Украине, ситуации на Украине, те, кто заинтересован в том, чтобы это все происходило? Вы знаете, однозначно недобрые люди. Не те, кто любит Россию. Это враги России, враги Крыма, враги Севастополя. И надо, чтобы люди знали правду о том, что здесь происходит. Вы знаете, мы против Майдана. Нам очень жалко тех людей, которые погибли. Очень жалко. Но это было неправильно. Это было не так, как нам. Это канал Клягималов ТВ. Мы в Севастополе. Это полуостров Крым. И мы хотим поговорить с людьми. Как вы относитесь к тем событиям, которые в последнее время происходят у вас здесь, в Севастополе? Севастополе, что у вас на сердце, что вы хотели бы рассказать, чтобы осветить правду на нашем канале? Значит, на данный момент происходит следующее. Мы, русские люди, жители нашего славного русского города Севастополя, готовимся к референдуму. Мы за то, чтобы наш город вошел в состав России, как он и был раньше в составе России. Люди все... Я надеюсь, что все люди, живущие в Севастополе, меня поддержат и придут на референдум. Поддержат. Все говорят, что поддержат. Если вы видели, здесь очень много семей, очень много детей. Все мы говорим по-русски. Мы только за то, чтобы войти в состав России. И люди едины в своем порыве, в своих желаниях войти в состав России. Я надеюсь, что ваши СМИ осветят это, покажут в своих номерах. То, что мы за Россию и хотим войти в состав России. Да, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, насколько вы считаете, что в средствах массовой информации, в последнее время, так в европейской, украинской, российской, насколько вы считаете правдиво освещаются события, которые у вас происходят? Абсолютно неправдиво. Севастополь самый спокойный город. Севастополь самый сильный город. У нас самая лучшая культура в Украине и в Крыму. Я считаю, что в Крыму мы самые сильные по культуре. Значит, у нас все спокойно. У нас проходят митинги в защиту, в смысле против фашизма. Люди гуляют, как вы видите, театры работают. Я недавно была на вечере сальца, несмотря на то, что у нас происходит. Значит, все мы в едином порыве за то, чтобы войны не было. Мы против фашизма. И СМИ, особенно украинские, освещают это абсолютно наоборот. Что Россия на нас напала, что совершенно неправильно. Мы сами пригласили Россию для того, чтобы они нас защитили от фашистов. Мы против фашистов на нашей земле. Мы хотим домой. Скажите, пожалуйста, еще один момент меня очень интересует. Насколько правдива та информация, как освещают европейские СМИ и украинские, что украинским здесь военным, военнослужащим в частях, в гарнизонах угрожают опасности жизни, здоровья. На 80% в районах обещают все хорошее для них. Только чтобы все мирно было хорошо. Нет, им никто не угрожает. Им предложено или сложить оружие и перейти по подчинению Крымских властей, или покинуть Крым, да, но им гарантирована безопасность, их жизнь и здоровье. Никто не угрожает. Никто не угрожает. Никто не притесняет. Потому что понятно, что люди перед сложным выбором, но угрозы жизни и здоровья их нет. Ими будет все в порядке. Скажите еще один момент, я хотела бы услышать от вас. Как вы считаете вообще, были ли какие-то боевые действия, прислышали ли вы выстрелы на какие-то... Нет, в Севастопе ничего не было. В Севастопе самый мирный город. То есть мы, в принципе, можем передать людям в Европе, в Россию. Конечно, конечно. Здесь мир и покой. Мир и покой. Мы за Россию. Мы очень благодарны России за то, что они ввели войска. Вы заметили, беременные женщины, дети. Конечно. Если бы у нас стреляли, неужели были бы дети на площадях? У нас ни одного выстрела не было. Ни одного вообще. И следующее. Украина и Россия, они никогда не поднимут оружие друг напротив друга. Потому что у меня в России... Я самогонимый российский скалинград. Мы никогда брат против брата не пойдет. Это просто нелогично. Мы не против Украины и не против украинских. Нам просто не нужен фашизм. Не против украинцев. Это братья, это родные люди. Но Севастополь и Крым должны войти в состав России. Это единое мнение. Как мы и были, как мы и говорили по историческим. Мы за дружбу и мир с Украиной. Однозначно. Это люди, родные, это братья. Скажите, пожалуйста, вот существующие события в Украине, то, что произошло на Майдане, то, как развиваются они дальше. Кто в этом заинтересован по вашему мнению? Америка, Европа, ЕС. Ну, никак не мы, никак не украинцы, никак не русские. Майдан – это была целенаправленная, спланированная акция Запада, Соединенных Штатов и Евросоюза. Мы в этом не сомневаемся. Потому что они заинтересованы в дестабилизации ситуации, вплоть до доведения до гражданской войны, что почти и началось, к сожалению. Погибли люди с обеих сторон, и правоохранители, и протестующие. И, к сожалению, эта провокация состоялась. И цель дестабилизации и получение, ну, достижение своих целей, получение прибыли экономических, политических целей, вовлечение Украину в сферу влияния Запада. Украина всегда была вместе с Россией, с Беларусью. Это единый славянский русский мир, три в одном. И нас не разделить, нашу веру не сломать. Мы будем вместе, но Крым и Севастополь будут в составе России. Как и было исторически, как и было исторически, с конца XVIII века, со времен Екатерины II. Да, вы слышите эти голоса, вы видите этих добрых, мирных, открытых сердцем людей. И мы сейчас специально для Кляги Мауэр Ти Ви с любовью, надеждой, верой и покоем из Севастополя. Спасибо! Спасибо! Севастополь, Россия! Севастополь, Крым, Россия! Севастополь, Крым, Россия! Уважаемые телезрители, вы удостоверились, что вся существующая истерия в ведущих средствах массовой информации не имеет ничего общего со спокойной и мирной реальностью. Как нам заверяли жители этого города в личном общении, что присутствие российских войск в Крыму возле воинских частей это вынужденный шаг, на который пришлось пойти вследствие событий на Майдане в Киеве. Население Крыма в своем большинстве опасается, что волна беспорядков, произвола и провокаций может распространиться и на Крымский полуостров, если не принять надлежащие меры. Сейчас идет подотвовка к народному референдуму, где 16 марта все население Крыма определит дальнейшую судьбу полуострова. Войдет ли он в состав России или останется автономной республикой в составе Украины? Ну что ж, будем надеяться, что мировое сообщество будет вести себя действительно демократично, не мешая народам изъявлять свою волю. А наш канал будет стараться исключительно объективно освещать дальнейший ход событий в Украине. Спасибо за внимание и всего вам доброго!